Весболивая воноскопия. Она обеспечена самым современным психологическим оборудованием. И такое оборудование в первичном звене. Обновленную 18-ю поликлинику Казани сегодня оценил президент Рустам Мениханов. Здание 88-го года не узнать. Здесь 5000 операций ежегодно проводятся. Из них 45% воноскопические. Прошедший год запомнился республиканской программой модернизации поликлиник. Капитально отремонтировано 50 объектов, 24 на стадии завершения. Она продолжится и в этом году. Всего за два года ремонт придет в 120 медучреждений. И всем стандарт дружелюбной поликлиники. Это значит время приема увеличивается до 15 минут. Пациентов без записи ждет дежурный врач. Весь персонал вежлив и внимателен. В 2017 году общий уровень удовлетворенности населения медицинской помощью составил 75,5%. Ваша задача, уважаемые руководители, реализовать для населения возможность оценить работу персонала непосредственного учреждения, а также через различные мессенджеры и в социальных сетях. Нас не должна устраивать средняя температура по больнице. Жалобы есть, нарекания есть в нашей работе, особенно в первичном звене. Больше всего пациенты жалуются на доступность первичного звена. Большие очереди даже при записи через интернет. Возможно, причинам избыточности назначений, под благовидным предлогом необходимости исполнения стандартов, специалистами назначаются исследования, которые в конечном счете не нужны ни врачу, ни пациенту. У президента свои поручения. Рустам Мениханов напомнил, что здравоохранение – вторая статья бюджета, а значит большая ответственность. 2017 год, 889 обращений в народный контроль. Вы недорабатываете. Вот вы, начиная с министра и руководителя на городском районном уровне, ежемесячно должны все эти обращения брать в работу. Почти 600 тысяч татарстанцев за год прошли диспансеризацию. У каждого 13-го риск развития сердечных заболеваний, у 2000 – за качественное новообразование. Если мы профилактикой заниматься не будем, нам это будет в 10 раз дороже потом лечить этих людей, если сможем вылечить. Рождаемость в Татарстане снижается, впрочем, как и смертность. По словам президента, проблемы с демографией сегодня обсуждаются на уровне федерального правительства. Мы держимся за счет того, что снижается смертность, а по рождаемости мы начали буксовать. Нам надо очень серьезно проанализировать демографические ситуации. Позитивно, конечно же, то, что у нас растет продолжительность жизни уже под 74 года. В 2018 год глава Минздрава предложил объявить годом мужского здоровья. Средняя продолжительность жизни татарстанцев сильного пола всего 68 лет. Для сравнения у женщин на 10 лет больше. Лена Зинатольевна, Андрес Тальцев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова